Восток-Запад. Непридуманная история. После Великой Французской революции конца XVIII века стали именоваться левыми. В противовес им тут же возникли идеи правые. Природа не терпит пустоты. Консервативные. Основанные на том, что перемены, тем более буйные, несут с собой больше зла, чем добра. И лучше плавное общественное движение, чем скачкообразное. В итоге к XXI веку правые идеи победили большинство стран. В этом им помогли левые страны. Такие, как Российская империя, потом СССР, Германия, потом Рейх, Китай, потом КНР, Куба, Албания, Северная Корея и их эпигоны с их кровавыми эксцессами. Правые идеи чаще апеллировались к вере. Но такое было, что и в годах 60-х с левыми идеями в Латинской Америке. Называемая теология освобождения. Правые тоже признают, что общество устроено несправедливо, не по-божьему. Но не видят выход в революциях. Там всегда возникает тирания и уничтожение огромных масс людей. Однако крайне правые националисты не менее жаждут мести, но уже не по классовому, а национальному признаку. Крайности, в общем-то, по факту, по реализации идеи сходятся. Недаром нацисты Германии были одновременно и социалистами, и их партия называлась рабочие. Мне не кажется искренней апелляцией правых к вере, потому что вера на самом деле не делит ближних, не выбирает, кого можно любить и кого ненавидеть. Подробно об этом сегодня расскажут мои коллеги по эфиру Михаил Неволин, Яков Кротов и Ирина Савинова. Про левых товарищей и их радикализм за их требования сословного равенств, фундаментальные революционные перемены. Когда в 20 веке появилась идеология фашизма, то людей, которого до этого считали крайне правыми, именно за их суперкрайние убеждения, за саму идеологию фашизма и нацизма, участников стали считать напротив, крайне левыми, разделения на правых и левых, хотя их часто и противопоставляют друг другу. Но ведь конкретный человек или группа, они могут занимать левые позиции по одному вопросу и правые по другому. Да есть и промежуточные позиции, центризм, ультралевые и ультраправые. Они ближе друг к другу, чем к политическому центру. Христианские анархисты с их неприятием оправдания власти человека над другим человеком, неприятием эксплуатации, насилия, они вообще считают, что в учении Иисуса Христа свобода получила полностью свое духовное оправдание. Причем христианские анархисты могут принадлежать к различным христианским конфессиям. Ну, например, в православии-то Николай Бердяев или вообще не принадлежать никакой динаминации, так как Лев Толстой, он сам был автором своей версии христианства, так и называлось, Толстовство. Они считают, анархисты, что Иисус активно противодействовал той системе, управляемой, не аземируясь его сатаной. И он отвергал поклонение кому-либо, кроме Бога. Также попытки провозгласить его самого Иисуса царем. Первые христиане противостояли такому первенству государства, которое превалировало. И было сказано в Деянии, что должно повиноваться больше Богу, нежели человеку. А описание вообще межгосударственных отношений, без государственных отношений, находится и в Ветхом Завете. Моисей повел, например, евреев из плена в пустыню, где они жили без царя столько времени. И каждый делал то, что ему казалось справедливым, читаем мы в 17 главе судей. Изначальное устройство христианской церкви, оно же подразумевает соборность, выборность по принципу социальной справедливости. И, безусловно, все это действительно роднит изначальное христианство с идеями анархизма. Правые и левые идеи и их вера, вернее, их отношение к разным видам религиозной веры. Небольшая историческая справка. Вот вы упомянули Великую Французскую революцию, она проходила под знаком деизма. Не атеизма, а именно деизма. Совершались даже богослужения в Париже, публичные, во главе с Робеспьером. И Марат участвовал в честь высшего разума. И это вызвало соответствующую реакцию, что это атеизм. Кроме того, французские революционеры, ну, начиная с 93-го года, уже радикальные, организовали гонения на церковь. Было убито, казнено, гильотинировано, ну, видимо, несколько тысяч, а может быть и несколько десятков тысяч римо-католических священников, монахов и монахинь. Это были первые такие системные гонения. Революционеры убили бы и протестантов, но протестантов во Франции было так мало, и они не имели отношения к государственной жизни, что на них просто внимания не обратили. Уничтожали господствующую церковь. Надо сказать, что там, где протестантизм господствовал и господствует, тогда и на него обрушивается гнев тех, кого, вот вы назвали, левые. То есть возмущение вызывает не религиозность как таковая и не вера как таковая, а союз веры и государства. Вера здесь выступает в роли служанки государства. Если вера не государственная, она никого не возмущает, ни правых, ни левых. Это что до того, как соотносится политическая жизнь с религиозной. Как соотносится религиозная жизнь с политической. Мы сегодня действительно знаем, что правый, как правило, больше ориентирован на религию. В Америке, если бы не голоса религиозных избирателей, это так называемый Bible Belt, библейский пояс. Ну, прежде всего, конечно, Техас, Алабама и прочие сердцевины Америки. Если бы не голоса вот этого библейского пояса, правые к власти бы просто не могли прийти. Но любопытно, что это ведь недавнее явление. Еще в 60-е годы этот библейский пояс дистанцировался от политической жизни. Первым был президент Картер, неожиданно пришедший к власти демократ из Техаса. Это была сенсация, потому что это никто не понимал. А следующие уже баптисты Техаса, они участвовали на стороне не столько левых. Картер был отчетливо левым президентом, сколько на стороне правых. И сейчас уже в числе кандидатов в президенты Майкл Пенс, бывший вице-президент при Трампе, активный участник, один из лидеров Баптистской ассоциации Юга. Почему баптисты вдруг пошли в политику? Американские баптисты воспринимались неожиданно. Обычно говорят так, поскольку всех задело за живое. Поскольку для баптиста центр жизни семья, и нет ничего важнее семьи. А в 70-х годах в борьбе за права человека стали выступать за разрешение абортов. В 73-м году разрешили, в прошлом году опять запретили в США. Но и за все, что связано с эвтаназией, зачатие, зачатие в пробирке, противозачаточные средства, разнополые браки. Это все вопросы, часто говорят биоэтики, но они завязаны на семье. Тут религия выступает не как о нашей отношении с Богом, а как о нашей отношении с семьей. Левые как бы против семьи. Вспомним многие утопии левых. Общность с жен, в чем обвиняли большевиков. Вы проповедуете общность с жен, вы разрушаете семью. И если читать Маркса и Ленина, то там, да, мы разрушаем буржуазную семью. Семью, где женщина-рабыня. И тогда встает вопрос, а моя семья верующего человека, я что, рабовладелец? Ну, конечно, нет. Значит, мы отождествляли религию с государством, а теперь уже мы чаще отождествляем ее с семьей. Но, видимо, все-таки религия, наше отношение с Богом – это и не про государство, и не про семью, а это все-таки про Бога и про человека. Вот эта борьба правых и левых, она все-таки для нас, ну, как бы сказать, не в чужом перу похмелье, но это не совсем наша работа, это не совсем наше призвание. И мы, скорее, должны объяснять правым и левым, что Бог не на той стороне и не на другой. Хорошо, это был Яков Кротов, Затравка. Некоторые уточнения небольшие. В Мексике тоже в начале XX века были убиты все священники до одного, даже романы знаменитые по тому поводу. То есть они, бедные, ходили с чемоданчиками, такой походный алтарь, что называется, в обычной одежде, в христианской или еще какой-то, и прятались. И вот один роман, я не помню название, гениальный роман, описывая, как за ним бегали и убивали его. Так что тоже католики сильно пострадали. Что касается Картера Джимми, ну, это один из любимых баптистских, довольно добрых, на самом деле, недавно буквально, мне кажется, он умер. Почти сто лет прожил с раком причем. Джимми Картер был и в Джорджии. Не будем хоронить заживо. Картер пока жив. Месяц назад он отказался от пролиативной помощи. Но он пока живой, так что не хороните. Хорошо, но тем не менее он был губернатором не Техаса, а Джорджии. Такая американская Грузия. В СССР верующие не имели отношения к власти, но тоже уничтожались. Поэтому уничтожение верующих часто имело такую идеологическую подоплеку. Ведь они тоже верующие. Левые – это тоже люди большого вера, на самом деле, большого пританства. А верующие – люди им как кость поперек горла. Тоже вроде как верующие, получается, конкуренты, наверное. Смотря каких верующих. Если баптисты – да, но православие в течение тысячи лет было государственным вероисповеданием. И были гонения на баптистов, когда они еще назывались штундисты. И в этом смысле Левый и Ленин, они даже защищали протестантов сперва. Но потом их защищали от православных. Так что был у нас и такой грех православия ассоциировалась с государством. – Ну да, было и такое. Конечно, я не о том, что церковь была всегда права. Вообще мы сегодня не о правоте говорим. А о том, каким образом сопрягаются в голове человека. Ну и в истории тоже получается, в голове многих людей. Идеи потусторонние, так мягко выражаясь, и идеи посюсторонние. Вот, наверное, об этом сегодня больше речь. Хотя, впрочем, у нас свободная беседа. Мы тут ни кем и ничем не детерминированы. Михаил Неволин. – Здравствуйте. Ну, я бы, наверное, не согласился с Владимиром в том, что в 21 веке как-то вот победили правые идеи. Я как раз считаю, что левые идеи сейчас наиболее популярны и востребованы. Это касается и, конечно, Европы Западной, и Латинской Америки, и, в общем-то, Азии, и Африки. Правые идеи сейчас не так популярны. Ну, это понятно, что как маятник такой, значит, там, наверное, все поменяется. Что касается нашей страны, да, вот России или Советского Союза, там, поначалу России, ну, вот если брать историю после 17-го года, ведь это довольно интересная была картина. Мне довелось одно время работать в архиве. Я там смотрел документы по части истории баптистов. И вот интересно было наблюдать, как, ну, во-первых, большинство-то евангельских христиан и баптистов, они очень так на ура приняли революцию, надо сказать прямо, потому что это был глоток свободы, и они реально получили свободу, имели поддержку, финансовую даже поддержку. Там были некоторые, занимались торговлей так активно, какие-то пекарни у них были, еще что-то, то есть о чем раньше и подумать-то никто не мог. И причем преференции были им, потому что они были пострадавшие при царском режиме, какие-то, видимо, близкими такими считались идеологически. И была другая неприглядная довольно ситуация, связанная с левыми вот этими идеями, которые восприняли на ура баптисты тогда в России. Мне вот как раз в архиве доводилось читать письма всякие такие нехорошие, как сказать, такие полудоносы, да, то есть там когда какие-то люди, значит, евангельских христиан писали на православных священников, то есть обращая внимание властей, что вот смотрите, вот этот там какой-то реакционный священник, а вот он там, значит, учит людей, надо бы как-то его там поприжать. Перевертыш такой случился. Сначала православные, в общем, как-то так гнали баптистов, а потом, значит, случилась революция. Баптистов не трогали, ну, потом тоже и до них, конечно, очередь дошла, но поначалу к ним нормально, очень так благосклонно относились, в том числе Луначарский. Баптисты восприяли и начали требовать, чтобы к православному потеснилось, чтобы они потеснились и дали дорогу баптистам. Потом, конечно, прижали и тех, и других, но поначалу, конечно, целью были именно православные церкви у левых. Ну, я не знаю, как в голове уживается вот у людей эти левые идеи, правые идеи, но есть, конечно, такая вот особенность, что каждый пытается что-то такое свое вычитать в Евангелии, в Библии. И мы вот это помним, эти заявления сейчас, наверное, они подзабыты, а вот в 90-е годы, я помню, там, по-моему, Геннадий Зюганов тогда объявил, значит, Иисус Христос – это первый там коммунист или социалист, уж не помню, как он назвал его, хотя, конечно, он навряд ли его может назвать коммунистом или социалистом, как, впрочем, и каким-то правым лидером. Он совершенно не про это и не этим занимался. Но вот и правый, и левый очень так вот хотят записать в союзники. Конечно, сначала, да, они выступали против религии, и сейчас немножко поменялось, сейчас левое движение, оно такое, скорее, в некоторых местах. Конечно, я не беру там вот эти борьбы за равенство гендеров и так далее, но есть и левые движения, которые христианской такой большой составляющей. У нас, кстати, я не знаю, насколько это популярно, но в Латинской Америке это точно есть. Ну и, кстати говоря, по поводу борьбы левых с религией, это было свойственно в основном Советскому Союзу, да, ну, может быть, где-то еще. Но во многих странах, ну, скажем так, победившего социализма, как тогда говорили, начиная вот в латиноамериканских, там, Куба, там, да, и, в общем-то, в Польше, в той же, в Европе, при всех вот коммунистических правительствах у власти, ну, очень лояльно относились к церкви. Я не говорю, что там была такая полная свобода. Ну, вот таких вот особо гонений, какие были в России, не было. Обошлось. Не знаю уж почему, то ли время было другое уже попозже, то ли как-то уже научены были горькими ошибками, но особенно старались церковь лишний раз не трогать, как-то так. Не поддерживали ее, но и так уж откровенно не давили. Это был Михаил Неволин, город Санкт-Петербург. Ну да, Байден и демократы в Америке – это розоватые товарищи. Действительно, это скорее левые, но левоватые, чуть-чуть левее середины, скажем так. В Омске, недавно узнал, очень удивился, в Омске – это такая столица сибирской баптизмы, там очень много церквей до сих пор. Все баптисты, как один, были из-за колчака. Они были очень зажиточные. Формально они были крестьяне или там купцы, мало гильдии, но так у них было огромное количество детей, все были трудовые, не пили. Очень зарабатывали деньгу хорошую. Ну, а колчак, конечно, это какая-то такая консервативная идея, живем их раньше. Ну что ж, продолжаем беседу. Яков Кротов со самой даже революцией французской в самом деле появление правых – это просто реакция, надо сказать, на оголтелых левых. Тут скорее так, появление свободы. Ведь при феодализме какие правые и левые? Были только Тори и Виги, но это аристократы между собой. Само появление гражданских свобод, само появление возможности голосовать о правой и левой – это прежде всего то, что называется электоральное поведение. Как ты голосуешь? В грубом приближении появляются правые и левые. Это очень условная градация. Ты вот бросаешь за Зюганова, значит, ты левый. Ты бросаешь за Ельцина бюллетень, значит, ты правый. Вот она классификация. В принципе, мы видим, что даже в Византии, скажем, в IV-V веках было противостояние партии на ипподроме – зеленые и голубые. И это была какая-то тоже отдушина для политической жизни. Определение правое и левое – оно вообще, в принципе, бессмысленно. Это очень подвижные такие ртутные явления. К вопросу о Колчаке, мой дед Яков Васильевич Кротов, он был колчаковским посажен в тюрьму, он возглавлял ревком в Усть-Каменогорске, только он, к счастью, сбежал из этой тюрьмы. А бабушку он бросил, и бабушка ушла к баптистам тогда, и искала там утешение, что довольно характерно. Кстати, роман про Мексику, я уже, слушайте, рекламирую, это знаменитый, действительно очень хороший роман Грэма Грина «Сила и слава». И там, вы понимаете, в чем цимис романа? Священник не из тех вот героев, крестерос их называли, то есть, ну, как бы, крестоносцы, которые героически шли на расстрел. Это трус, он алкоголик, прячется, как крыса, и он понимает, что он плохой священник. И Грин показывает, что святость, она не в том, что ты храбрый, а в том, что ты смиренный, что ты понимаешь, что не ты, а Бог. Дело не в том, как вы сказали, что вот медленные изменения или резкие изменения. Правые тоже умеют резко менять. Гитлер, в конце концов, был правый. Его поддерживали против левых, против немецких коммунистов. Франко был правый, уж куда правее. Массолини тоже, знаете ли, не левак. В этом смысле правые тоже умели перевороты делать и что угодно. В Евангелии уже заложено противоречие. Потому что, с одной стороны, описание страшного суда. Вы от меня пойдите прочь, потому что вы не накормили голодного. А вы ко мне подходите, потому что вы накормили меня. Вот голодный – это я. То есть, надо кормить голодных, да? Ага. А как насчет того, что кто не работает, тот не ест? В Евангелии, на самом деле, вот это вот здоровый парадокс. С одной стороны, я должен кормить голодных. Для правого – это зарез. Как кормить голодных? Пусть он идет и костит у меня лужайку. Ходит по интернету такой очень популярный фельгетон. Ты голодный – ты лентяй. Левые говорят другое, что надо быть милосердным. И тогда спрашивается, а Бог – он правый или левый? И вот он, вы знаете, он какой-то такой никакой. Но то, что он посылает Христа в мир – это скорее поведение левого. Христос, вот как герой романа Громогрина. Он слабый, он ничтожный, он сознает свою слабость. Он сын Божий, но он принципиально слабый. И в этом смысле это такое, я бы сказал, неразрешимое, это штука. То есть, с одной стороны, я должен быть милосерден, а с другой стороны, выходит, я должен быть суровый. Это как-то трудно. Это был Яков Куротов. Я еще расскажу, что, на мой взгляд, никогда бы Гитлер не победил, будь он правым. Да, конечно, он поддерживал немецкую промышленность, там это понятно, он имел сговор с ними. Но зимняя помощь – это Гитлер, ну Геббельс, конечно, больше. Прочие меры социальной поддержки в Германии были, измученные Германии, были просто как глоток свежего воздуха. Никогда бы они с правыми идеями, подыхаясь к голоду или работой, они бы не победили. Это были левые идеи. Другое дело, что за ними стоял такой яркий национализм, который, конечно, понравился буржуата, понятно. Такое перерождение своеобразное. Ну, как раз все сходятся, наверное. Ну, а уж, если почитать про реально социалистического журналиста, вот этого знаменитого Дуччо, вообще был социалистом. Если этот был скорее националистом, потом социалистом, то вообще был социалистом. Я буквально вчера видел фильм, знаменитый о Варком, конечно, называется, ну, Феллини, и там как они выступают, о чем? Чтобы у каждого была лепешка хлеба, это римские, конечно, еще древние. Право об этом вообще не заботиться. Ну, пожалуйста, право за полную свободу. Либо ты будешь богат, либо ты дыхаешь голод, это твои большие проблемы, на самом деле. И те, кто живут реально в Америке, так и об этом и говорят. Как только приходят, говорят, демократы, синих долларов полно. То есть повышается, значит, эта вот штука, чтобы все не умерли с голода. Как приходят, значит, Трамп или другие правые, все, но это дело как можно быстрее уменьшается. Поэтому я думаю, что, в общем, по поведению они были скорее левыми. Но они, как говорится, умели флиртовать, что называется, танец еще двоих. Есть ли новые градации? Все-таки вот Алек уже надоел, наверное, всем. Правые, левые. Ну, например, я такое слышал. Либертианцы, вот не знаю, куда их. Кстати, в романе Грина впервые говорится о минонитском обществе Гедонова и братья. Оказывается, они были в те времена еще. С их Библией в каждом номере гостиницы. Какие-то еще новые есть градации? Может, они со временем вытеснят просто вот это вот разделение. Мы видим, что оно очень несовершенное. Вот даже вот мы совершенно спутанно еще говорим пока. Но очевидно, что они очень, ну, например, элементарно сейчас в России, ну, Зюганов взять, это яркий пример, совершенно право идеи исповедуют. Потому что всегда коммунисты, за что я их всегда любил, кстати, всегда любил, даже когда они меня гнали, всегда были интернационалисты. Они никогда не были националисты. Стоящие коммунисты – это интернационалисты. Для них другая совершенно градация. А Зюганов сейчас – националист, и многие из коммунистов перекрасились, так сказать. Поэтому есть ли новые градации? Вот такой еще вопрос. Коля, вы упомянули либертарианцев. В России сейчас это довольно популярно. Основательница либертарианства Эн Рент, она на самом деле еврейка из Питера. Эмигрировала где-то году там в 19-м, но она была подростком. Сделала успешную карьеру в Голливуде, где она писала сценарий для фильма в течение полувека. Ее трехтомное произведение называется «Атлант расправил плечи». По-английски shrugged, но это не столько расправил плечи, сколько содрогнулся. Идея Рент заключается в том, что мир стоит на сверхлюдях. Капиталист – это сверхчеловек, который в одиночку изобретает, поддерживает изобретение. Без капиталиста рабочие ничего не могут, интеллигенция ничего не может. У них в какой-то момент у нее капиталисты объявляют забастовку, уезжают в какую-то долину в горах, играют там на пианино и сами себя кормят успешно. А весь мир в это время погружается в хаос. Без капиталиста и морковка не растет. Понятно, что это бред. Но самое примечательное, что у Анны Рент, настоящая имя Алиса, она главным сверхчеловеком в своей жизни считала одного, ну, как бы сказать, ну, американец, который в 1929 году похитил 12-летнюю девочку, потребовал выкупа, а потом у него взяла натуру свое, и он девочку задушил и расчленил. Человек, видимо, психопатический такой вот садист. И, как ни странно, Рент его воспевала как образец человека, которому наплевать на нормы, то есть это уже близко к сатанинской Библии, это уже близко к Чарльзу Мэнсону, к культу убийства, как доказательство того, что ты выше коллектива. Это практически Раскольников. Вот мы все глядим в Наполеоны. И, конечно, это либертарианство, но я так понимаю, что это забава для мелких клерков, для клерков среднего звена, каждый из которых мечтает стать Илоном Маском или Безосом, вот которому на всех, на всех наплевать. Это и не правый, и не левый, это просто сатанинское самолюбие и эгоизм. И это грозит человеку и с левыми убеждениями тоже. Ну, Сталин, разве он не такой же, как Чарльз Мэнсон, садист, только у Сталина было больше возможностей. Ну, вы знаете, вот к вопросу о новых классификациях, мне очень нравится, есть такой сайт, он сперва на английском, The Political Compass, политический компас. Там человеку предлагают, по-моему, 400 вопросов, ты отвечаешь и получаешь объяснение, правый ты или левый. Существует уже несколько его русских вариантов в Рунете, так что всегда можете зайти, только к нам вопросов поменьше. Но смысл очень простой. Когда ты ответил на все вопросы, тебе говорят, правый и левый – это не самая главная классификация. Вот Ганди был правый по этой классификации, и Гитлер был правый, то есть они были оба националисты, это признак правых, они были коллективисты. Тем не менее, мы понимаем, что Ганди и Гитлер – это разные политики. Эти социологи, политологи ввели дополнительный критерий – насилие. И оказывается, что отказ Ганди от насилия делает его принципиально иным политическим деятелем, актором, как сейчас говорят, чем Гитлер. И мне кажется, христианскому сердцу это должно быть очень близко. Если ты говоришь себе, что какая-то идея, главное – без насилия, то все меняется, все меняется. А возьми свой крест и неси – это и есть призыв к ненасилию, потому что не приколачивай никого к кресту, не паси народы, подпояшься полотенцем, опустись на колени и мой ноги людям. Поведение правого или левого – это поведение Христа Спасителя. Да. Ну вот, что касается Ганди, действительно, он был поклонником одно время Гитлера, пока еще тут устроил дороги, а не концлагеря. И несколько раз ему писал. Уважаемый господин Гитлер, я преклоняюсь, там такие очень хвалебные письма, но Гитлер ни разу ему не ответил, не знаю почему, почта плохо работала. А что касается либертианцев, Салтыкова, наоборот, два генерала таких умирали от голода без мужика. Да. И это действительно так. Я скажу, я ходил своим отцом, но он, конечно, в пьянке стал мужиком, но реально был с хорошими званиями, когда бы работал. Но он был коми. И вот он мог без компаса куда угодно выйти, набрать любой ягоды, поймать любого зверя чуть ли не руками. То есть вот это вот такая хватка лесная, хватка крестьянская, конечно, это просто здорово, это то, что держит этот мир на самом деле. И Христос к этому апеллировал. Он говорил, горе вам богатые. В некотором смысле, конечно, он был левым все-таки. Но, конечно, не левым в том понимании, к которому извращенная светская мысль, но все-таки он был, скажем так, и так воспринимался рабами первых веков точно, что это наш Господь. Это не Господь тех, кто нас эксплуатирует. Такого слова-то в церкви не было. Христос не выступал против рабства. То есть он не был социальным реформатором, но, тем не менее, все-таки его идея, если так вот, по большому счету, мне кажется, они были очень-очень левые. Поэтому многие христиане такие, ну, как скажем, не при власти. Правильно вы сказали, Яков, это очень точно. Не при власти. Все-таки они, помните, как у Чехова однажды проснулся один мужичок, чиновник говорит, левею. И вот христиане, волясь-неволясь, часто левеют. Михаил Неволин, вы левеете? Ну, не знаю, трудно мне сказать. Со стороны, наверное, виднее. Я бы, я не особенно правым никогда не был. Да и леваком уж отъявленным тоже никогда не было. И потом, мне кажется, вот я не знаю, если новые градации, наверное, они какие-то появляются, но для меня очевидно, что вот эти старые, они, конечно, устарели. Потому что правильно вы сказали, Владимир, что вот этот интернационализм, если мы читаем, начиная от Маркса, кончая Ленина, там, Троцкого, тем более, там, ну, какая-то такая идея, может быть, она не явно прочитывается, а иногда и явно, что вообще нации, вот это все должно исчезать. Вот есть какие-то классы, да, это вот ценность. А остальное все тут какое-то должно быть такое всеобщее. То есть и поэтому и нужна. Вот мировая революция, какие-то мировые такие объединения. Сейчас левое движение об этом не очень, наверное, говорит. Или потом возьмем, там, про Китайскую Народную Республику и сравним с Западной Европой. Вот во многих случаях я вижу, что там Западная Европа более левая, чем Китай. Ну, например, там очень серьезное различие. В Китае, вот я там, мне приходилось бывать, люди, которые, скажем, там, получили какое-то образование, у них хорошая работа, они получают там иногда в десятки раз там огромный разрыв между богатыми, бедными. То есть он такой вот бросается в глаза. В Западной Европе это не так бросается в глаза. Получается там, может быть, более левое общество сейчас. То есть я говорю, тут сейчас это немножко все по-другому, наверное, воспринимается, чем раньше. А что касается идей вот этих правых, да, они действительно, это сейчас как-то нам вот Гитлер, он там воспринимается, такой монстр, который там, ну, какую-то глупость, да как можно было его слушать? Но ведь огромное количество людей, и далеко не только в Германии. Тут можно вспомнить и Лингрен, да, и Форда, да еще куча таких известных, это я не говорю о неизвестных людях, я говорю о известных таких людях, которых все знали, они, в общем-то, восхищались и вдохновлялись там идеями Гитлера. Тогда это было очень популярно и в Америке, и в разных странах за пределами Германии. Это казалось, в общем, какой-то такой прорыв. Потом, по мере продвижения, так сказать, Второй мировой войны, там, когда вот уже многие-многие страны были вовлечены, конечно, там уже, может быть, это очарование у всех пропало, но поначалу-то это так и было. Ну, а вообще, есть ведь такие, знаете, ярлыки очень часто, ведь правые, левые, их часто просто так клеймят. Ну, понятно, что ультрасы там, и там, и там они какие-то обычно такие совсем запредельные идеи выдвигают, но вот если вспомнить там, скажем, те же Соединенные Штаты Америки, там одно время клеймили очень, помните, левых, это вот охота на ведьм там и так далее. Любые левые идеи, они там воспринимались очень настороженно, было такое время. Потом это как-то спокойно отошло. Были общества там, да и у нас, например, там какие-то правые идеи, даже умеренно правые идеи, они воспринимались как такие почти фашистские идеи. Даже если вспомнить нашу историю, совсем недавнюю, 90-е годы, там любое упоминание о традиции, если даже 90-е годы мы возьмем, русские, русская традиция, это как бы сразу уже многие люди очень напрягались, что, ага, это, наверное, что-то такое близкое к фашизму, ультраправые какие-то, то есть, ну, поэтому лучше старались это не упоминать, чтобы вот сразу на тебя не навесили ярлык какой-то, ультраправый, хотя ты, может быть, вовсе ты не ультраправый, ты просто хотел что-то напомнить там о истории, о чем-то другом, но вот это такая общая, наверное, большевистский такой подход, что был в 17-м году, что в 91-м, то есть, что вот история, она вот как бы вот сейчас начинается, все, что было до этого, это все вот надо забыть, это все неправильно, памятники сломать, все взорвать, и вот сейчас мы, значит, заново начинаем жить. Это вот такая левая, скорее, идея, и она была у нас. У нас, я считаю, вот эти левые идеи в начале 90-х, они очень такие были похожи на то, что было в 17-м году. Конечно, это было как бы все наоборот, но методы, методы были абсолютно такие вот левацкие. Мне кажется, что упоминание традиции, вот это довольно важная штука, как православный я теоретически должен быть представителем именно традиционализма. Но почему люди нервно реагировали на слово «традиция»? Речь идет о свободе человека, о личности. Даже вот мой любимый Бердяев, он во время революции, во всяком случае, сильно поправил, потом он говорил, что я был неправ. Он написал книгу «Философия неравенства», где доказывал, что неравенство – хорошая штука. Но это все была такая невротическая реакция на ленинизм, который сам по себе, конечно, кошмар. Идея вот какая. Был такой крестный сын, ну, ребенком крестили. Я навсегда… Ну, обычные советские родители. Родился он в 80-м году, как мой младший. Его родители все были обычные советские люди, все атеисты. И вдруг где-то в конце 90-х он, как православный такой миссионер, зовет меня на какое-то мероприятие. Я прихожу, и он там выступает, говорит, что православие – это религия наших дедов, наших отцов. Я сижу и думаю, твои деды, какие клешевы православные. А потом, знаете, что с ним случилось? Когда ему было 35, он сделал каминг-аут. Он оказался гомосексуал, бросил жену с ребенком, нашел себе мужа мужского пола. Вот, потом он и его бросил. И вот этот человек проповедовал традицию. Традиция – это всегда сказать тебе, что ты дурак, слушай, как я скажу, а ты мне какой-то традиции. Это никогда хорошим не кончается. Кстати, Гитлер был более традиционалист, чем Ленин и Сталин. Гитлер апеллировал к немецкому духу, корейскому духу. То есть он как раз строил на безликости и коллективизме. И в этом смысле критерием является не столько вот внезапные перемены или плавные перемены, постепеновцы, как было слово до революции, сколько коллективизм или персонализм. Христианство – это все-таки персонализм. Господь пришел не к народу, а ко мне. Спасает Господь не народы, а каждого человека. Из них складывается искупленное человечество. Субтитры создавал DimaTorzok